Это один из въездов в населенный пункт. Вот так максимально осторожно жители Тарусина выезжают из своего хутора на федеральную трассу. В противном случае можно стать частым гостем на СТО, и это в сухую погоду. В дождь здесь и вовсе не выбраться. А это второй въезд. Здесь сельская администрация уже начала ремонт, а точнее практически строительство новой дороги. Почти тысяча тонн щебня ушло на восстановление улицы Атаманская. Теперь этим пока единственным въездом пользуется весь хутор. На очереди другие улицы. В ближайшее время начнется отсыпка речной. Сейчас как бы власть повернулась к нам, помогает. Гридер нам помогает выделить. Начали гридировать. Осталась обсыпка. Теперь будем обсыпать, уплотнять щебень. Щебень выделили бесплатно Сабинского металлургического завода. Работы действительно немало. В дождь практически все улицы Тарусина становятся непреодолимым препятствием, которые штурмуют школьники, идя в школу, расположенную в рассвете. Где-то жители решают дорожный вопрос сами, привозят строительный мусор и засыпают им проблемные участки. Представители ТОСов еженедельно встречаются с властью, обсуждают пути решения проблем. С начала года по сегодняшний день, наверное, уже около двух тысяч тонн мы уже отсыпали. И в сотых товариществах дачных, и по благоустройству улиц, и по благоустройству хуторов. То есть органы ТОС привлекают сами из нашего участия коммерцию, предпринимателей. И потом организовывают на месте планировку этого щебня. Мы помогаем с техникой иногда. Иногда они сами ее заказывают по возможности. У кого-то своя техника есть. Вот так или иначе благоустройство идет. Сейчас местные жители готовятся к всекубанскому субботнику, который состоится 8 апреля. В планах селян привести в порядок парк 70-летия Победы. Будут посажены новые деревья и наведен порядок на территории.